Сегодня я расскажу вам, как магнитные бури влияют и влияет ли на самом деле на наш организм, почему многие из вас чувствуют себя плохо в эти дни. И в конце ролика я скажу, а что же делать для того, чтобы избежать неприятных последствий влияния этих магнитных бурей на ваш организм. Действительно, многие из вас в эти дни чувствуют себя неважно. Полит голова, повышается артериальное давление, а у кого-то падает наоборот артериальное давление. Но самое главное, вы испытываете дискомфорт в те самые дни, о которых вы читаете в газетах или слышите по радио и телевидению, что вот это активность солнца, и это дни, когда метеозависимые люди будут себя чувствовать плохо. Пожалуйста, избегайте. Избегайте чего? Прогулок на воздухе, работы физической. Чего избегать для того, чтобы чувствовать себя лучше? Официальная медицина не считает метеозависимость и тем паче магнитные пуре неким официальным заболеванием. И более того, еще раз подчеркну, что многие авторитетные ученые говорят о том, что это некие придумки, что на самом деле солнечная активность никоим образом не может повлиять на вязкость крови, на состояние сосудов, на головные боли, на изменение артериального давления. Но факт остается фактом. Многие из моих слушателей чувствуют себя в эти дни очень плохо. Особенно многие из тех из вас, кто страдает целым букетом хронических заболеваний, действительно в эти дни чувствуют себя плохо. Болят суставы, чувствуется перебой в сердце, аритмия, прыжки давления или вверх, или вниз. Я уже говорил об этом, что часто болит голова. Дело в том, что на самом деле влияние магнитного поля, изменение его ничтожно. И объективных методов исследования, которые бы доказали, что изменилась вязкость крови, действительно есть какие-то физические предпосылки для того, чтобы это изменяемое магнитное поле повлияло на ваш организм, и вызвало бы органические изменения в вашей сердечно-сосудистой системе, то этих исследований, к сожалению, нет. А может, к счастью, нет. Но факт есть. Вы чувствуете себя плохо. А это происходит потому, что минимальные изменения в магнитном поле, вот эта солнечная активность, может повлиять на очень чувствительную систему в нашем организме. Это вегетативная, или правильно ее называть, автономная нервная система, которая регулирует все и вся и в сердечно-сосудистой системе, и в бронхолегочной системе, и в опорно-двигательном аппарате. Поясню. Тонус сосудов — это очень тонкая и вариабельная штука. Он может очень здорово изменяться. Почему я начал с тонуса сосудов? Потому что одна из частых проблем, которые вы испытываете во времена магнитных буль, это головные боли. И это связано с тем, что у кого-то из вас начинается тривиальный обычный приступ мигрени. А приступ мигрени возникает из-за того, что происходит вот этот самый феномен. Сузились сосуды, расширились сосуды тогда, когда это им делать не стоит, не нужно. То есть есть дисфункция, если хотите, тонуса этих самых сосудов. Так вот, у многих из вас, кто подвержен этой метеозависимости или чувствует эти магнитные бури, возможно, состояние вашей автономной вегетативной нервной системы находится, так скажем, на очень чувствительном уровне. То есть любое колебание атмосферного давления, придет дождь, придет гроза, придет магнитные бури, все что угодно, и ваши сосуды отреагируют на это соответствующим образом. То же самое, кстати говоря, с болевым синдромом в опорно-двигательном аппарате, когда у вас начинают ныть больные суставы на фоне имеющегося у вас ревматоидного артрита. А кто-то из вас чувствует боль в надплечьях, в шее, в позвоночнике. Кстати говоря, у меня есть отдельный комплекс, который может вам помочь, когда вы испытываете вот эти самые неприятные ощущения, чувствуете тяжесть, скованность и боли в различных отделах позвоночника, да и не только позвоночника, но и в суставах. Ссылка на этот комплекс в описании к этому видео. Я уже говорил о том, что особенно восприимчиво и чувствительно к магнитным бурям те из вас, кто испытывает проблемы с коморбидной патологией, то есть у вас есть проблемы с сердцем, с суставами. Но кроме того, многие из тех, кто истерзан современным быстро текучим ритмом жизни, кто подвержен стрессам или живет в этих стрессах постоянно, или перенес травмы черепно-мозговые, инсульты, другую серьезную патологию, у вас тоже могут быть вот эти феномены, эти симптомы во время магнитных бурь. Я еще раз повторю, что это чаще всего связано с дисфункцией автономной вегетативной нервной системы. Кстати, если вы захотите побольше узнать об этом, у меня на YouTube-канале большая огромная лекция, посвященная именно вегетативной нервной системе. Мало об этом знают, к сожалению, врачи, тем паче еще меньше знаете вы, уважаемые зрители, кто не имеет отношения к медицине. Еще очень важный факт. Многие ученые говорят о том, что когда человек, например, помещается в поле, магнитное поле, магнитно-резонансного томографа, он испытывает значимо более высокие нагрузки. Действительно, некоторые из вас, кто проходит МРТ и помещается в эту самую трубу, подвергается воздействию высокого поля, скажем, полторы Тесла, а то и трех-тесловые томографы есть. И когда вы выходите из томографического центра, вы ведь не испытываете никаких проблем. И вот здесь заложено очень важное. Когда вы прочитали или услышали, что завтра будет сильная магнитная буря, вы, конечно, задумаетесь. Особенно, когда у вас есть вот эта самая сочетная патология, и вы уже помните, что в эти дни у вас были проблемы с вашим самочувствием. Что происходит? Мозг зафиксировался на этой неблагоприятной связи. Магнитная буря и мое плохое самочувствие. Что произойдет завтра во время магнитной бури? Правильно. Вы тоже можете испытывать какие-то ощущения дискомфорта. И многие исследователи со всего мира говорят о том, что действительно есть определенный эффект самовнушения. В принципе, само вот это магнитное поле и магнитная буря не оказывает объективного органического влияния на ваш организм. Но за счет того, что есть определенный эффект самовнушения, и на следующий день во время магнитной бури вы чувствуете себя, будете неважно. Вот вам, пожалуйста, еще один момент, который очень важен и объясняет, почему возникает плохое самочувствие и дискомфорт. Несмотря на то, что ученые говорят о том, что эти самые магнитные бури не должны оказывать на вас какого-то влияния, все-таки выделены три степени. Легкая, средняя степень и тяжелая степень вашей метеозависимости. Ну, легкая степень, когда вы испытываете минимальные симптомы недомогания, они носят субъективный характер и практически не влияют на вашу работоспособность. Средняя степень, когда начинаются перепады артериального давления, скачки, может быть, даже аритмия. И тяжелая степень, когда практически вы на эти дни теряете работоспособность. Особенно это часто происходит, к сожалению, у людей зрелого возраста, уже с букетом соответствующей серьезной хронической патологии. Что же делать для того, чтобы максимально легко перенести это состояние? Ну, во-первых, я бы порекомендовал все-таки смещать фокус внимания. Это кажущаяся простая рекомендация, наиболее трудная. Не фиксируйтесь, не фиксируйтесь, пожалуйста, на том, что вот завтра будет магнитная буря, вы читаете, и говорите, ой, наверное, мне станет плохо. Попробуйте в этот день заняться какими-то, ну, не очень тяжелыми делами, снизьте свою физическую и психоэмоциональную нагрузку, переедите так называемый лайт-версию вашей жизни. Не нагружайте себя, проще говоря. Не перегружайте свою сердечно-сосудистую систему, не перегружайте себя эмоциональными какими-то событиями. Может быть, кому-то из вас будет хорошо от того, что вы этот день проведете дома, а кому-то, наоборот, пойдет на пользу неторопливая прогулка в парке или лесу. Очень важно, если вы начинаете испытывать уже накануне ощущение тревоги, беспокойства, что вот завтра будет какая-то проблема, выпейте средства, которые помогут снизить эту тревогу. Это, кстати, и безрецептурные могут быть лекарственные средства. Ну, а если у вас есть в арсенале препараты, которые вам выписывал врач, которые помогают унять вашу тревожность, пожалуйста, вы можете их использовать. Пейте достаточное количество воды. Последите, пожалуйста, за количеством сна. Это очень важный момент. И если вы чувствуете накануне бессонницу, то выпейте какой-то гипнотик, который поможет накануне сохранить требуемое количество сна. Не переедайте. Ешьте тяжелую пищу, острую, мучное, потому что это тоже не пойдет на пользу вам. И опять-таки, это ответ, почему влияние эти, которые я сейчас перечисляю, большое количество пищи, тяжелая физическая нагрузка, стрессы, все эти факторы могут повлиять на вашу вегетативную, автономную нервную систему. А она и собьется у вас во время вот этих вот магнитных пуль. Поэтому постарайтесь избежать вот этих факторов, триггеров. В итоге я хочу сказать, что огромное количество людей вообще не замечает ни солнечной активности, ни то, что приближается гроза, засуха. И живут себе, и живут эти люди совершенно спокойно. Может быть, и нам с вами тоже надо подойти к магнитным бурям с этой меркой. Попробуйте смещать ваш фокус внимания. Я еще раз повторю эти слова. Не обращайте на это большого внимания, и это поможет вам избежать вот этого феномена самовнушения. Потому что на самом деле многое зависит от наших мыслей, от нашего отношения к окружающему миру, в том числе и к этим самым магнитным бурям. Берегите себя, живите счастливо, будьте здоровы.